Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный», не забывайте подписываться, лайкать и расширивайте, пожалуйста, или раскидывайте по своим соцсетям наши видео. Увидел вопросы, вернее, иногда люди задают такие мне вопросы, почему вы не оставляете на канале свои богослужения, свои проповеди. Ну, во-первых, проповеди достаточно много, вот есть причина, потому что были случаи, когда пытались за проповеди, за все вот эти правильности привлечь нас тоже к ответственности, к административной. Вот вы знаете, что очень много, вот недавно нашумела история, когда Старообрядческую церковь где-то на юге нашей страны привлекли тоже к административной ответственности, на 30 тысяч оштрафовали за то, что не указали там какие-то свои собственные данные в книгах или материалах распространять, тем более в сети интернет. Вот, тоже есть свои, как бы, мы пишем проповеди только для членов церкви, заставляем, люди слушают и назидаются. В это воскресенье мы праздновали все Троицу или День Пятидесятницы, вот, я немножко поделюсь теми мыслями, скажем так, которыми я делился с нашей общиной, с нашей церковью, ну, как всегда читал Деяние, первую главу, восьмой стих, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Вот, Священное Слово Божие, да, я читаю из него. И, конечно, вторая глава, четвертый стих, исполнился Дух Святой и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот такая история произошла, но первая, да, наверное, нашу писяческую перспективу, все писядники говорят, что вот это настоящая церковь, которая крещеная Духом Святым, которая получила это крещение, силу получила и стали проповедовать везде. Вот, ну, иногда это зашкаливает, вот, если вы изучали писяческую, так скажем, теологию, хризматическую тоже, то тут, как бы, однозначно говорят, что все остальные, не имеющие, не крещеные Духом Святым, они вроде как и не церковь даже. Вот, считается, что в день Пятидесятницы, опять это спорный вопрос для меня, началась церковь, родилась церковь, а три года вот служения Иисуса Христа, первый вопрос, который я поднял перед церковью, я всегда задаю вопросы и хочу, чтобы люди, ну, ушли после богослужения с какими-то вопросами поразмышлять, подумать, а что было вот эти три года служения Христа? Это была церковь или это не была церковь? Что это тогда было такое? Как это назвать явление? Христос со своими учениками проповедует, люди спасаются, люди исцеляются, вот, и неужели только в этот день Пятидесятницы, ну, родилась церковь? Подумайте, над этим три года, что это было? Три года служения Христа. Вот, вторая мысль, это вот эти десять дней между Вознесением и днем Пятидесятницы, Крещением Духом Святым, да? Библия говорит, что пятьсот человек видели Христа, когда он возносился, пятьсот его учеников, и за десять дней от этой общины, от этой церкви, скажем так, от этого собрания святых осталось сто двадцать человек. Я посещаю Иерусалим, мне показывали эту горницу, узкие улицы, и, знаете, история оживает, когда ты видишь это все наяву своими глазами. Вот, я пошутил в церкви, я говорю, вот, как пастор, не знаю, кто бы из пасторей хотел прийти в воскресенье сегодня, но, грубо говоря, у тебя пятьсот человек, а завтра ты приходишь, у тебя всего лишь сто двадцать человек, да? Минус триста восемьдесят. Это большое-большое число. Очень-очень много, да? Это, я не знаю, семьдесят пять больше процентов даже, да? Триста шестьдесят, да, там чуть побольше процентов, но не в процентах дело. Наверное, никто не хотел бы видеть такую церковь. Но вот так церковь, если даже так говорить, вот то, что произошло в день Пятидесятницы, кто принял силу? Те, которые остались ожидать. Но что происходит с людьми за эти десять дней, да? Мы видим иногда, как люди оставляют свою церковь, свое собрание, некоторые по пять, по десять лет. По разным причинам. По разным причинам. Мы, вот это последнее время, время очень такое, подлое время, я назову так, когда очень много разделений в церквях. Люди уходят, приходят, люди ищут церкви. Иногда такой вопрос задают, там, вот я пошел по церквям найти себе церковь. То есть люди уже не молятся, а люди ходят. Вот знаете, это такое общество потребителей, там, нравится-не нравится, там, хочу-не хочу, устраивает меня все, не устраивает. Ну, вот такой уровень сегодняшнего христианства, плоской отчасти, да? Когда не молятся, не спрашивают у Бога, не верны там, где Бог посадил, да? Ну, как мы все знаем, плоды только там, где есть корни. Где нет корней, там нет никаких плодов. Я не думаю, что кто-то из пастырей хотел бы увидеть, вот, из своей общины, да, придя, ну, грубо говоря, было сто человек, приходит, а у него в следующее воскресенье, да, там, за семь дней или через воскресенье, а всего-то осталось там 22 человека, скажем так, или 23 человека, вот. Но это верные, это те, которые действительно пережили, пережили свою встречу с Богом, пережили свою метаною, свое покаяние, которые остались верны, и с них началась церковь. Так всегда церковь начинается. Церковь не начинается с бунта, схождений, с каких-то вот разделений, с того, нравится мне этот проповедник, не нравится, я сейчас такие мысли говорю, ну, подумайте просто над ними. Церковь всегда начинается, начинается с Бога, она его церковь, она не наша церковь, хотя очень много людей начинают церковь своей, и это тот начал церковь, я к тому хожу по именам, часто церковь называют, в городах даже по именам или по фамилиям пастырей. Вот, ну, такими мыслями я делился в это воскресенье, которое прошло на Троицу, на день Пятидесятницы. Вот, пару вопросов я задал, накидал и сам себе задал, а что это было? Была ли это церковь три года со Христом? Или это что такое было? Как это явление назвать? Мы знаем, что последний пророк Ветхого Завета был Иоанн Креститель, и Новый Завет начался со Христа. А вечерю они приняли до церкви. Были они уже церковью или не были еще церковью? Или мы сегодня что-то другое делаем, когда принимаем вечерю, и это нечто другое, то, что в церкви не было, и это до церкви было зло. В общем, много вопросов. Ну и второй, конечно же, вот этот вопрос о принадлежности человека к своей церкви, к церкви, где он был спасен, где он должен вырастать и приносить свои плоды. Вот об этом я делился, вот об этом говорил, вот об этом мы размышляли в церкви, и такие вопросы оставил на неделю людям немножечко подумать. Благослови всех Господь, поддержите нас молитвенно, есть желание поддержите финансово, карточки есть внизу, вот. Ну и, конечно, распространяйте наши видео и ставьте лайки. Это всегда помогает продвигать в Ютубе все наши видео. Мы растем потихонечку благодаря вам, нашим зрителям, вот. Много всего, что мы делаем, чем мы делимся с вами, вот. И надеемся, что и это видео послужит для вас благословением. Храни вас Бог. Спасибо. 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 Спасибо.